Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 46-ю главу этой книги, которая начинается словами «И отправился Израиль, то есть Иаков, со всем, что у него было, и пришел в Версавию и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Вот здесь непонятно, почему он приносит жертву Богу отца своего Исаака. Почему не сказано, что он приносит жертву Богу, отцов своих, Авраама и Исаака и так далее. С чем это связано? Это связано с тем, что Иаков, Израиль чувствуют, что это не просто так. Удаление от святой земли – это некое снисхождение, это некий спуск, то есть начало галута, то есть пребывание в рассеянии, пребывание в изгнании. Здесь как бы вот такая необходимая возникла потребность покинуть засушливую землю, потому что там выжить было очень сложно в то время, когда разразилась вот эта засуха. Почему он приносит жертву Богу отца своего Исаака? Он клялся страхом Исаака, и он понимал, что страх Исаака – это священный страх. Потому что когда Авраам приносил в жертву Исаака, я напомню, об этом мы говорили ранее, здесь трудно понять, кто был на более высоком уровне. Авраам ли, который во имя Бога готов принести в жертву своего сына, или сын Авраам, Исаак, который готов стать этой жертвой. Страх Исаака – ослушаться воле отца в момент собственного жертвоприношения. Это страх, который переживает сын Божий в Гефсимании. И для Иакова это очень значимо – рассмотреть в своем отце такие добродетели, которые могут духовно обогатить его сына. Поэтому он принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном. Иаков переживает откровение от Бога. Иаков, Иаков. Он сказал «Вот я». Когда удвояется имя, как я часто объясняю, это особое Божье одобрение. Иаков нуждался в этом одобрении. Ведь он сходил с территории Бога. Святая земля – это территория Бога. И когда он сходил с территории Бога, у него мог появиться страх, а правильно ли он поступает. Ведь когда в Святой Земле разразился голод, и Исаак думал спуститься в Египет за хлебом, Бог воспрепятствовал ему, сказал «Не делай этого». А в этом случае Господь, чтобы подбодрить его, проявляет одобрение. Иаков, Иаков. Он сказал с пророческой поспешностью «Вот я». Бог сказал «Я Бог, Бог Отца твоего». То есть он принёс жертву Бога Исаака, а здесь Бог подтверждает «Я Бог, Бог Отца твоего». «Не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». То есть то, что мы называем еврейским народом, возникает в горниле страданий в египетском рабстве. Народ состоялся тогда, когда они совершили исход из Египта. А до этого события речь идёт только о семействах, о семействе Авраама, Исаака и теперь Якова. Книга Бытия, она ничего не говорит о еврейском народе, об этом рассказывает книга «Исход», а книга Бытия рассказывает о семейной жизни ветхозаветных патриархов. «Итак Господь говорит, что произойдёт великое такое событие, возникнет целый народ, ибо там, то есть в горниле искушений, произведу от тебя народ великий. «Я пойду с тобою в Египет, говорит Господь, я и выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои». И теперь, получив такое откровение от Бога в ночном видении, одобрение от Бога, Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы, Иакова, отца своего, и детей своих, и жён своих, на колесницах, которые послал фараон, чтобы перевезти его, его, то есть весь род Иакова. «И взяли они скот свой и имущество своё, которое приобрели в земле Хананской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним». «Сынов своих и внуков своих, собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привёл он собою в Египет». «И внучек своих, и внучек своих, тут дословно бнот, бонав, буквально дочерей своих сынов. Дочерей своих сынов». «Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фалу, Хетцрон и Харми». И далее идёт перечисление имён. Нечто подобное мы встречаем в книге «Исход». Почему? Они выходят из Святой Земли, они имеют имена, то есть они остаются верующими людьми, ведь имена-то давались не просто так, в пророческом озарении, и когда они будут в Египте, почему-то повторяются их имена, они сохранят их, то есть они унесут свою веру с собой в Египет, и там сохранятся их имена, то есть они не потеряют свою веру там. И перечисление имён идёт до 25-го стиха, ну, включая 26-й, 27-й. Мы вот начнём дальше чтение с 28-го стиха. «И Юду послал он перед собою к Иосифу». Иуда доказал своё исправление, царственное достоинство. «И Юду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, то есть в землю Гесем. И пришли в землю Гесем, зачем он послал Иуду перед собою. Иуда должен был очистить землю Гесем, то есть он должен был уничтожить идолов в земле Гесем, чтобы там еврейский род мог спокойно существовать. И мы знаем из книги «Исход», что когда Моисей давал обещание фараону помолиться за него, а Моисей говорил так, «Я вот выйду из города, за город, вот тогда помолюсь». Почему Моисей так говорил? Какая разница там? Можно помолиться во дворце? Нет. Моисей не хотел молиться там, где были идолы и истуканы. Поэтому, выполняя просьбу фараона, когда тот просил помолиться за него, он говорил, как только выйду из города, то есть из этого капища, тогда я помолюсь. И Юда посылается перед семейством, посылается прежде всего Иаковом, чтобы очистить землю Гесем от всего нечистого, от того, что связано с Авода-Зара, то есть с чуждым служением. И пришли в землю Гесем, то есть после того, как Иуда там установил порядок. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. То есть когда они уже были в земле Гесем, где Иуда установил порядок, теократический порядок, подчинив эту землю власти Создателя, вот здесь происходят встречи, долгожданные встречи в земле Гесем Иосифа с отцом Иаковом Израилем. «И сказал Израиль Иосифу, умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив». Почему он так говорит? Он здесь говорит о том, что умереть может тот человек, который оставил после себя верующих сыновей или верующих дочерей. Спокойно умереть может человек, которого служение перед Богом имеет продолжение на земле. То есть мы должны подходить к смерти с осознанием того, что что-то положительное после нас останется здесь, на земле, в этом мире. «Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, «Я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дому отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне». Иосиф хочет убедить фараона, фараон уже об этом знает, что у него семейство, он Иосиф не просто какой-то бродяга-бомж, у него и отец есть, и братья, и сестры. Но в то же время он хочет опередить тех египтян, которые плохо относились к верующим в единого Бога и могли видеть угрозу в их приходе в египетскую землю, угрозу для себя. Особенно после того, как в земле Гесем Иуда прокинул всех идолов. И Иосиф скажет фараону, «Эти люди пастухи овец, то есть они никакие не воины, ибо скотоводы они...» А разве пастухи овец не скотоводы? Почему такое повторение? Имеется в виду, что иногда и воины могут пасти овец. А он говорит, «Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, то есть всегда этим занимаются, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они». То есть они не будут что-то оставлять там, в той земле, которую они покинули, они все перевели сюда. «Если фараон призовет вас...» Вот это наставление Иосиф дает своим братьям. «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле ГСМ, а они уже поселены в земле ГСМ». Почему так он говорит? «Чтобы окончательно за вами закрепили эту землю. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Почему мерзость? А потому что египтяне обожествляли баранов, коз, быков. У них был культ быка. И те, которые поедали этих богов Египта, баран, быков и так далее, для них это выглядело как некая такая мерзость. Это еще одна причина, почему евреи должны были жить отдельно. Потому что у нас свои представления, а праведности, морали у них свои. И не всегда это совпадает. Итак, сегодня мы окончили изучение 46-й главы. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать 47-ю главу книги «Бытия». Чтобы вам не пропустить очередное занятие, подписывайтесь на библейский портал «Экзогет». С Богом! С Богом!